Привет, мои хорошие! С вами Селина и Кристина! Снова, снова, снова. Мы ещё здесь последний день. Подожди, у меня шатка кривая. Куда криво? Крис говорит, мы, короче, сейчас идём в бассейн. Ой, сейчас мы в печку, да, мы сейчас покушаем. Мы сегодня последний день здесь. Долго собирались, сейчас, я не знаю, два часа, наверное. Крис, Крис, вот туда. Да, всё направо. Долго собирались, пока пили кофе, пока купались, пока там кадры для клипа, в общем, накрасились. Короче, уже три часа дня. Вот, и мы в итоге сейчас собираемся в этот цех на высокий этаж. Ну, нужно побывать в этом бассейне. Вот, ещё мы очень голодные, то есть мы ничего не ели. С Кристиной мы только пили кофе с утра. Вот, и малышу уже пора спать, сейчас мы зайдём в печку, покушаем как следует. Я больше хочу, я там всё время больше не беру, мне очень нравится. И потом пойдём в этот бассейн, малой как раз будет спать, а мы будем купаться. В общем, там всё вам покажем. Кристина сказала, что она не одела шапку, мне интересно, почему? Ты сказала, что ты не одела шапку, почему? Я решила сегодня пойти без головного убора, потому что у меня есть капюшон, и нам их и совсем близко. И поэтому я решила сэкономить и на времени, и на количестве одежды, и на своём комфорте. Конечно, шапка очень долго одеваешь, и мы сэкономили сейчас очень много времени. Да и потом ещё я на всех видео за все дни я была в этой шапке, чтобы не подумали, зрители, что я... Что это был всё один день, потому что я везде в одной шапке. Можно подумать, что это вообще один день в одной одежде, в одной шапке. А в одной курсе сегодня я? А в одной курсе сегодня другая, но вот так вот. Это ты как в первый день была. Могут подумать, что это всё тот же первый день. Первый, последний. Так, сейчас покажу, что здесь продают, кстати, чтобы иметь в виду. вот здесь вот как столовая сделано пирожочки по 25 рублей там куча первых вообще 8 первых куча второго здесь все очень вкусно все мы зашли в печку я взяла своего любимого борща сегодня он у меня с майонезом я без мяса беру потому что мясо какой-то там но для меня плохо жуется я люблю куда мясо тает во рту взяла чесночную булочку я уже чуть-чуть поела она прям вообще вся пропитана то ли чесноком то ли маслом я не знаю я не стала ее есть я взяла отдельно дополнительно пирожок с мясом потому что здесь мясо хорошо живется ребята вон кушают малому я взяла ребята он кушает малому я взяла этот супчик картофельные с грибами и кристина его кормит потому что она на диете она ничего не есть я ем а кристина кормит малого вот так мы и справляемся кстати сегодня день матери меня все поздравляли девочки всем спасибо за поздравление я к сожалению не всем могла ответить поэтому все пожелания поздравления я приняла и вас всех мамочки тоже с этим праздником хотя этот блок выйдет уже когда праздник закончится но с прошедшим нас мами 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 великие люди поднялись на третий этаж я смотрю что здесь я просто не поднималась просто лифт не работал здесь детская игровая огромная то есть дети играть еще здесь какое-то гончарное дело тут мастер-классы делают гончарная мастерская был бы малыш постарше было бы классно но у кого маленький вот детский развлекательный классно вообще для деток прям много всего на третьем этаже короче пришли в этот бассейн я вообще не довольна вас самого начала сразу сразу вам скажу почему недовольна потому что первое ребенку мне уже время укладывать с коляской сюда не разрешают вообще это первое место где мне вообще сказали коляску оставить внизу первое что я захожу когда я вижу а нет ладно давайте по очереди заходим мы в раздевалку дают шкафчик вообще сколько там 30 на 30 сантиметров до шкафчик в который нужно и куртку и обувь все положили вот нам дали один шкафчик потом мы когда уже зашли разделись девочки говорят подидите еще один шкафчик попросите но я не пойду с ребенком на руках шкафчик еще один просить выходить в зал уже в купальнике где люди одеты короче это вообще мне это место вообще не нравится я сейчас уже такая недовольная полностью здесь песок везде мне кажется ребенок пачкался но не суть лад не суть пусть ребенок ходит по песочку он тут не сильно вроде прилипает моторика там ручками ножками все нормально в бассейне мы плаваем ему холодновато я смотрю на из дрожжей там хотя сама вода теплая вот как-то здесь и не знаю ну в общем не суть один раз уступались и все прихожу я поднимаюсь наверх во первых наверх подниматься нужно через опять же людей одетых всех вообще непонятно как лучше на лифте можно подняться зачем на лифте подниматься на лестнице можно подняться ты понимаешь с коляской меня пропустили то можно было бы на лифте подниматься ну я вот бред просто вижу пол я сейчас недовольная такая у меня даже слова сразу не находится потому что эмоции мешают все это музыка громкая и она как раз таки повернута в детский отдел самое обидное что я захожу и вижу что вон она коляска там короче вон ну вам не видно отсюда возле этого коляска есть там люди с коляской я спускаюсь я говорю там есть люди с коляской говорю мне нужно ребенка уложить он у меня еще не так что он там работа стоит ходит то есть ну прям полностью вот так вот а мне нужно его уложить и вообще я не могу отдохнуть пока он бодрствует короче в итоге он у меня не спит и спать походу не будет и я не довольна я не хочу купаться в этом бассейне я ничего не хочу мне не нравится просто вот ребята сейчас спускаются они пусть наслаждаются я буду сидеть реально и считать и считать время главное нигде находишься а коллектив это правда ну просто сама была недовольная она пришла и начал рассказывать какие ну как говорят в полиции когда обучают следователь насколько я знаю когда тебя когда ты идешь на дело тебя уже насилуют нужно отпустить ситуацию получать удовольствие в целом что тут показывать лежаки абсолютно разные мне нравятся вот эти может быть на нем дэни уснет у меня еще и шанс сзади нас бассейн взрослый там бассейн пьетский он маленький там маленькая горочка здесь у нас типа аттракционы горки там на которые я не пойду естественно здесь кафе у плюс есть один плюс алкоголь на кафе есть плюс такой что этот плюс если в ростовской области в озеро эльдорадо песок здесь привозной и это дробленая ракушка он не пристает смотрите а трусил и все на меня натрусила все на наш турнир в песок это песок там еще пацаны играют в оликол на песке и еще есть какой-то бассейн но я в целом уже тебя больно и вот такой порог вот стоит 1200 но я вам скажу что этого того не стоит этого того не стоит с горя я сказала кристина пойди возьми что-нибудь выпить в общем она взяла мне егермейстер который я сто лет не было не пила это вообще один из моих любимых напитков кто не пробовал егермейстер егермайстер его по-разному называют его нужно пить холодным вообще без ничего в нем не меньше 40 градусов он похож на микстуру очень сладкий как аперитив вообще просто офигенский он кайфовый сейчас я буду вспоминать прошлое мы первый раз идем по-моему ну что губа ударить первый раз идем по песку я не вырывайся не вырывайся я сказала кристина с малышом ушли фотографироваться на песок а вернулись такой вот интересная игрушка пацану нравится песок мне он сначала не понравился но если пацаны нравится то и мне нравится посмотрите как он с ним играет дэня чего там у тебя ты яму копаешь дэня а то встал пошел ты куда дэня ну что же завершился наш турнир по игре в дартс победителем самым метким гостем сегодняшнего дня стал сергей отыгрался отыгрался молодец и прямо сейчас на баре получает свой заслуженный приз на наши детские конфетки понимали все вот в таких ящичках и вот в этот ящик нужно засунуть куртку своего малого куртку все вещи и вот здесь обувь еще стоят и закрывается шкафчик это просто трындец и здесь просто пятьсот пятьсот же скажу пятьсот пятьсот пятьдесят ящиков в этом и четыре маленькие лавочки в общем мы вышли из этого злосчастного аквапарка честно говоря вот не знаю бывает иногда я высказываюсь многие люди там что-то немногие даже некоторые я бы сказал что многие согласны я думаю со мной но все конечно относительно да сейчас просто отдых был испорчен этим аквапарком и все бы ничего если бы я не видела что там катаются люди на коляске это значит то ли у администраторов взятые отношения какое-то кому-то можно пройти кому-то нет то ли ну в общем они не выполняют свои функции мне действительно обидно просто потому что я не отдохнула я выкинула деньги мы не искупались мы не пофотографировали с толком там я все время следила за малышом слава богу он еще не капризничал у меня все это время но под конец ровно через два часа у начал капризничать потому что он реально хотел спать было то время я как раз таки вот сколько я ходила в бассейны и как раз таки думала что сейчас я уложу своего пацана спать и покупаюсь и нафоткаюсь то есть я шла с таким расчетом получается мой пацан естественно не уснет нигде музыка орет там как бешено но это не суть он засыпает под музыку но он не засыпает без коляски вы понимаете мне нужно его походить покачать закрыть там навес этот а на каком лежаке ребенок уснет и это совершенно мне не понравилось и просто из-за того что нас не пустили с коляской отзыв какой-то непонятный почему почему с коляской нельзя потому что коляска уличная дети ходят там босиком дети ходят там босиком то есть о детях заботятся да но вообще мы если идем куда-то на пляж в те же самые не знаю везде где я была везде дети ходят босиком если уже не ходят босиком по песку и так далее то ничего страшного что там и коляски все на свете можно с каких пор это стало нельзя вообще какая-то размазана вся я расстроена на самом деле очень сильно этим местом и я больше никогда не пойду ни летом ни зимой и вообще никому рекомендовать не буду она не стоит того она не стоит еще 200 там нужно брать свои полотенца если ты не взял там видимо доплата какая-то нам хорошо предупредили что нужно брать полотенце короче место отвратительное просто я расстроена мы поели настроение моё не улучшилось реально очень очень грустно сейчас пройдет время мы должны сейчас встретиться кстати с подписчицы моей одной вот богат радость она написала сегодня сказала я смотрела ваши видео где вы пробовали вкусняшки сочи маленькую одну вот в банке одну маленькую в банке пакет обычные для этих обычные моя подписица написала мне что смотрела видео где мы с кристиной пробуем вкусняшки и она говорит что она живет там где черчхелы есть завод целый она нам купила черчхелы хочет нас угостить и хочет встретиться ему ровно через 15 минут идем мы договорились в т.ц встретиться возле спортмастера мы с ней встретимся и она нас угостит очень прикольно встретиться я если она не против покажу она даже с ребеночком и вот кстати настроение моё улучшилось а мы все гадали как же поднять настроение еще взяли голу потому что пола поднимает реклама полы вот и наши дорогие привет нам привезли черчхелу вот эти первые у нас раз спрашивают совета какие руки лучшие очки однозначно вот эти да смотри какие малыши привет долго добирался дает далеко припарковалась нам добирались с самого адлера что привезти нам завода черчхелы целый пакет тяжелый ничего всякого я не громады она вот это просто с орехом а там темная она еще с курагой она очень слушая но если ты здесь живешь ты хочешь передать вам привет ты скажи на краситель а что не краситель натуральный продукт нужно с человеком который спец но вроде вот привозили в тот раз все все на самом деле железно мы попробуем очень очень хочу слушать такие тяжелые я же поэтому спрашивала про вес ее поменьше нет это только вот они делают такую я критиковала сочинску потому что у нас есть такое только они придумали там урага внутри а сверху виноград а вторая а вторая она это натурально там просто решит она тоже большая я увидела там чтобы фундук не любит грецкий у меня новый фирмовый очки пларует мне подарил я стою главное так а выбираю не знаю там уже час наверно стою уже с девочкой встретили сейчас я короче выбираю 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 и она в итоге так я тебе дарю как классно мне такую подругу ну короче я в инстаграм выкладывала мы купили совсем другие очки мы тут сделали полный опрос вообще всех проходящих между трех очков и все выбрали практически ну вот вот эти поэтому у меня теперь крутые новые очки я соляйте сейчас идет с крис веселимся хохочем радуемся короче моментом вы знаете как обычно и криса как говорит плохое настроение я вспоминаю я вспоминаю что я же грустила только недавно игры слушай как рукой сняло на самом деле там встретились подписчица гористинка подарок сделала и все и ходим веселимся короче ребята я могу сказать так что если ваш любимый человек близкий какой-то вдруг грустит сделайте ему какой-то маленький подарок сувенирчик хотя мне кажется не маленький подарок сделано все равно все равно приятно да там отвлекитесь на кого-то кого вы любите то я не знаю с кем-то встретить сходите кого давно не видели но как-то клево в общем сейчас мы взяли вина чурчхела подаренная и сейчас мы едем к нашим ребятам в гости сейчас мы домой а еще кола была очень вкусная сейчас еще одну колу закажу она и бодрит и абсорбирует там если что-то вы не так съели но и мы сегодня все хорошее ели ну в общем и идем в гости угощу чурчхелой потому что я действительно очень много подарила валентина прям вообще на валентина говорил тебе чуть-чуть нет она говорит я знаю ты домой едешь на всех крисом и в печку зайдем за кола еще но иди вот так я сейчас бегаю быстро короче вот оно счастье как хорошо что такие неприятные моменты как с аквапарком но я как бы естественно не буду все равно это как бы не забуду этот момент и при случае конечно никому не посоветую его особо вот так все хорошо настроение улучшилось и я счастлива потому что когда ты грустишь когда что-то тебя беспокоит это вообще на самом деле не айс и еда невкусная стала вдруг и все стало такое печальное ничего не хочется в общем многие спрашивали меня как я борюсь с негативом и с плохим настроением тогда и с депрессией я знаю что это все пройдет это все временно сильно стараюсь в этой энергии не вкладывать но еще у меня есть такой момент что когда мне плохое настроение мне плохо я не очень хочу чтобы близкие люди находились со мной рядом я ну как бы да вот в гости там куда-то конкретно я ну как бы не люблю ходить и делиться этим настроением хотя если вдруг я кого-то вижу то сразу автоматически я начинаю подавлять в себе это настроение потому что я не хочу чтобы меня видели такой и кому-то еще портить настроение крестинка все время со мной рядом и все время попадает она уже такая но она у меня такая очень тактическая она уже такая бесит и говорит так сейчас я комментарий плохой напишу я говорю зая потерпи меня три минуты говорю она вот всегда понимает меня я ее люблю люблю мою крестину крошки я забыла когда последний раз с плохим настроением вчера встречалась на а нет уже она у меня улучшилась тогда я помню когда подписчицу встретила и очки крестинка мне подарил я вспомнила да она специально приехала привести чурчхелу золото нам с костинкой все так приятно вот что хотел сказать муж едем домой все классно ощущение такое знаете ну вроде и хочется домой потому что всегда дома хорошо в гостях хорошо а дома лучше вот так говорят но и тем не менее не хочется уезжать потому что здесь реально очень круто мы сюда вернемся мы это говорим уже в тысячный раз все едем и попозже встретимся у нас тут сумка куча всего мы тут все вон с детьми на руках крестинка да как всегда любовь в общем поцелу и сидит у крестине на руках чаще чем у меня кстати хочется сказать мы приехали к вокзалу вот прекрасный вокзал кстати очень красивый вокзал в адлере и адлер да а вокзал адлер и здесь очень тепло ребята здесь вообще прям я вам скажу весна можно курточки очень клево очень может быть прямо сама для короче здесь очень клево и в общем теплее чем там там зима а здесь прям весна но все а мы приехали фу приехали приехали на вокзал приехали на вот чем не люблю купе а вот как раз первое с чем мы столкнулись это все наши вещи очень сложно разместить коляска если два человека до коляска никуда не помещается просто мы ее положили просто поперек и чемодан у меня просто впритык вот чуть-чуть побольше он уже тоже никуда не поместился в прошлый раз нам все наверх засунули а когда люди другие были то ну это хорошо что вместо еще здесь есть а так другие чемоданы поставить свои и просто некуда туда наверх только мужчина может закинуть вещи и второй момент здесь вот из-за этой спинки вот видите здесь вообще места мало ну реально как мы будем спать вдвоем я не знаю честно здесь узко за новинка да это не новинка это эти ящики но хорошо нам на самом деле вот эти штуки ой хороший туда он все убрал и все она как бы не падает сверху мама хотя и там в этом плацкарте достаточно этой железочки все короче плацкарт я люблю больше все таки но его не было к сожалению короче надо что-то доньки сделать он в принципе покушал надо еще чем-то ему сделать поесть ну все мы сидим мы сейчас отправляемся уже через каких-то 10 минут да по-моему и дорога у нас целый день ну вот так вот мы взяли билет потому что выписка краски днем и чтобы мы не гуляли не тусовались там нигде мы просто сели в поезд и будем ехать целый день заказали покушать ну покажу чем тут будем кушать если чем я прям заказывала на сайте отстаньте от меня отстаньте от меня опять до крестинных сапог полез он их тащил прям всю комнату сегодня хотела сказать что на самом деле тут раскладывается вот это вот спинка она вниз была я увидела у нашего проводника и говорю он раскладывается хорошо мы поместимся то я стала наговаривать как же мы в таком узком поместимся все нормально но зато здесь нет розетки а в плацкарте были розетки вообще там две штуки у под столом у каждого а здесь мы в коридор поставили телефон хорошо у меня все было заряжено но крестинки телефон в коридоре и двери закрыты то есть не проследишь не напротив нас розетка находится ну давай по нему нет просто мы вдвоем на смысл вашем вагоне да не есть еще ли это но немножко людей сейчас на этом они попозже присоединятся на малыш спит мы пока в купе еще вдвоем нам принесли еду я просто попробовала очень вкусная вот такие принесли щи они прям горяченькие с капусточка и вот прям на эти прям малышу можно давать смело тут прям вот видно что все второе сейчас покажу а еще крестинка вышла купила пиво грит обязательно покажи во что это супер мега пиво она его обожаю продают в принципе его нигде не продают как а чё ты не взяла больше что-то домой еще вот такое пиво францисканер францисканер называется она купила его за 350 рублей но она в магазине ну пусть 200 пиво монахов называется ну короче кто не пробовал попробуйте я на самом деле пиво не очень люблю из пива пью только миллер вообще редко когда я ну какие-то вот это попробовал очень вкусно она душистая да ну душистая но с каким-то таким для девушек он приятно для девушек нарисован монах туда нарисован мужик для девушек сейчас второе будем кушать я покажу что оно второе нам это только обед у нас Кристинка говорит что когда давали еду вот тут сосиска макароны и салатик свежий такой типа для малыша сосиска малыши любят сосиски я своему все не даю сосиски я ему только мясо пока даю сосиски это же типа вредно я сама было их одно время не ела но я их люблю вообще классно кстати сосиска да мне тоже кажется хорошая такая вот детская вкусная сосиска не всегда вкусные сосиски но тут вкусно и пусточка прям видно свежим душа вообще класс поезд супер молодцы я очень хотела вам показать как я выгляжу когда собираюсь от потуха шапка волосы короче я не расстегнут сумки малой спит у Кристинки голова трындец короче и мы после выбежали сейчас завтра у нас встретят в мой дом фактически привет мои хорошие мы вернулись уже утро Кристинка утром уехала домой я разбираю сейчас черчелу я уже угостила своих друзей уже ей положила Кристинки чтобы вы понимали просто какие они огромные вот такие здоровые вот вот моя рука вот она черчела две штуки ко мне в ладошку вот и вот мне уже ребята пишут что очень вкусно кушают и я что же вот уже спешу спешу скорее попробовать огромное просто с курагой короче орех курага орех и сверху вот эта штука нежная она и свежайшая вообще это невероятно Валентина спасибо тебе большое ты просто невероятная приехать из Адвера с ребенком на машине для того чтобы угостить нас прям с завода этими штуками это дорогого стоит спасибо тебе ой крошки что-то я в себя прийти не могу с поездки проснулись вроде бы там чай попили и все и залезла в интернет и давай там победителей надо объявить то надо сделать это надо сделать там звонят там звонят там что-то записалось тут уже что-то Дэня параллельно устраивает бардак в квартире полнейший когда в квартире вот он все вот так переворачивает все вещи я вообще у меня голова вот так я стою посредине квартиры думаю боже мой с чего начать как собраться и я начинаю с того что я немного прибираю в комнате и как только я прибираю в комнате у меня порядок немножко в голове находится и я уже составляю список что нужно сделать вообще сейчас чуть-чуть прибрала но пока я пока я прибираю с одного края иду к кухне потому возвращаюсь возвращаясь в комнату тут тоже бардак кто это делает Дэнни Дэнни делает бардак кстати многие спрашивали и говорили мне там где вы отдыхали скажи пожалуйста может быть ты снимешь отдельное видео что почем где вы отдыхали я не буду снимать отдельное видео я могу здесь кратенько сказать мы отдыхали в горки город горки город это такой вот как бы такой поселочек такая остановка горки город ну я бы сказала поселочек отели там разные на этом месте рестораны всякие детские площадки магазинчики огромные ТЦ торговый комплекс да в общем разные развлечения то есть можно в принципе не выезжая оттуда с красивым видом естественно попросить заранее хороший вид то есть не факт что вам его дадут как там будет вот расселение все это дело называется горки город заходите на сайт горки город выбираете апарт отель выбираете там мы были на вершине 540 на 960 на самом деле скучновато ничего там делать нечего вот если там там есть апартаменты да какие то там скучновато на 540 все повеселее там как как столица гор ну я шучу но я имею ввиду что там активность какая то проходит все выбираете 540 выбираете сколько вас будет человек выбираете количество дней и вас автоматически перекидывает на сайт библиоглобус это туристическая компания как я поняла которая выкупила все там ну это в общем не важно выкупила все номера и теперь вот она там решает кому что куда вот все регистрируетесь там сразу идет оплата онлайн и все в принципе вам приходит подтверждение заказывайте отдельно билеты все зависит от того куда сколько когда как каким маршрутом вы поедете это уже вы отдельно покупаете все приезжайте на ресепшн в горки город на ресепшн приходите туда и на стойку регистрации и все и вас расселяют какой-то вот номер мы попросили я говорю мне обязательно нужен вид ради этого сюда ехала чтобы вставать пить кофе и смотреть на горы и и спасибо им большое они поселили нас туда где в принципе там везде хороший вид там везде так или иначе видно горы и все время гуляя только ты выходишь из подъезда в общем кругом горы в принципе даже если вид будет не на горы все равно вы насладитесь этими горами просто вдоволь вот а оттуда уже также на ресепшн и также вот есть там такой пятачок туристическая компания это библиоглобус также можно посмотреть что они предлагают там куда-то поехать в сочи или в адлер или там ну я имею ввиду развлечения какие-то вот отдельно там оплачивается там же идут канатки наверх на высоту 960 на высоту 1600 по моему и 2 200 вот подняться на высоту 960 там бесплатно по ваучеру если вы там живете да а если вверх уже подниматься там стоит если короче стоит 1300 или 1400 если там покупать на канатках а если на ресепшене купить то будет со скидкой 1040 за человека вот ну все я не знаю что еще об этом сказать апарт отель горки город высота 900 540 все я не знаю что еще сказать об этом не надо снимать для этого целое отдельное видео мы случайно туда попали на самом деле мои друзья отдыхали там летом летом там чуть-чуть дороже цены зимой самый пик вообще это вот на 5 дней все то же самое те же номера на 5 дней на новый год например данного год не праздники 100 тысяч стоит 100 тысяч на пять дней отдохнуть поэтому просто надо выбрать хорошее время нам например не принципиально чтобы это были зимние праздники мы их дома проведем и так прекрасно провели время за такие небольшие деньги вообще то есть нам на 5 дней вышло 3 300 там было еще даже дешевле а ребята они покупали чуть-чуть раньше они купили давно на тысячу дороже вот единственное что могу сказать что туда с собой лучше брать деньги потому что если просто погулять да можно проезд туда обратно проживание там недорогое если что-то поесть пошли в перекресток поели то есть можно очень бюджетно выйти но конечно если вы приезжаете куда-то хочется и на канатку на самый верх подняться там такие виды красивые там пофоткаться и вообще поиграться в этих снегах побегать там то есть есть где и хочется съездить на тарзанку пройти по этому невероятному мосту где мы вот были я не помню как это называется но я думаю там на ресепшене скажут потому что у нас ребята все заказывали они нас туда везли sky sky парк что ли называется sky бар там же находится то есть очень все красиво и это стоит того и на самом деле это все стоит деньги вот например там тарзанка стоит две с половиной тысячи прыгнуть там да просто в этот парк пройти тоже 1250 стоит с человека в парк зайти да это не прыгать это по мосту пройти вот в ресторане где-то в кафе посидеть даже тот же чай или глинтвейн выпить да просто насладиться ощутить все это проезды какие-то там другой город поехать и лучше там ну как бы можно на автобусе все это делать да но если вы с детьми лучше заказывать допустим этот все денег стоит с кем-то может быть сложиться вместе там чтобы дешевле получилось в общем туда с собой надо брать деньги мы там потратили денег достаточно да вроде бы вроде бы да так вроде бы все так дешево ой 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 а пришли туда и хочется и того и того и того и того и туда и туда и как же себе отказать извините когда последний раз будет тем более зимой вот зимой классно мы съездили вот сейчас летом планируем еще поехать вы уже наверное тысячу раз услышали что я хочу туда летом поехать да и летом будет еще интереснее может из тарзанки прыгну летом не знаю страшновато конечно но летом все совсем по-другому и говорят что там летние веранды открыты и вообще и даже в самом горке город еще интереснее летом поэтому я думаю что стоит и зимой раз поехать и летом вот поэтому вот так я думаю все рассказала в общем кого есть возможность обязательно съездите отдохните свежий воздух там невероятно вообще очень я так никогда не отдыхала не то что никогда я так давно не отдыхала хорошо и я не ожидала что зимой можно вот так вот на море в горах вот так хорошо отдохнуть очень круто я с удовольствием поеду даже еще раз туда с удовольствием вот ладно девчонки давайте заканчиваю влог сейчас я побегу уже делать дела на почту там снимать видео у меня видео не готовы ни одни и в голове бардак я не могу проснуться никак в общем я пойду делать дела а для вас надо смонтировать этот вложек люблю вас целую прощаюсь за следующее видео до конца Субтитры сделал DimaTorzok